А вот торговля с колес это беда, которую пока победить невозможно. В таком мнении сегодня сошлись чиновники, специалисты контролирующих органов и общественники. Несмотря на постоянные рейды, количество несанкционированных точек торговли не становится меньше. Только за этот год к ответственности привлекли около тысячи стихийных предпринимателей. Общая сумма штрафов уже перевалила за 1 миллион рублей. Так на чем держится нелегальный бизнес и есть ли способ его победить? Об этом Ксения Тойчкина. Самодельные столики с клеенками, прилавки для мяса и копчености, пластиковые ящики для замороженной рыбы. К таким точкам многие хомячей как магнитом притягивают. Люди уверены, это натуральный продукт из села, а значит полезный и куда безопаснее магазинного. Это подтверждают и продавцы. Все свое экологически чистое. Но при виде сотрудников Россельхознадзора уверенность тает на глазах. Вы давно здесь торгуете? Первый день. Откуда продукция? С Сельхознадзора. А кто вам поставляет? Своё. Опущенные глаза и прерывистая речь объяснимы, говорят специалисты надзорных органов. Все дело в том, что документов на такую свою продукцию у торговцев нет. А значит никаких проверок они не проводили. Более того, неизвестно в каких условиях это мясо доставили в город. Мясо зачастую перевозится, во-первых, в антисанитарных условиях. Мясо, молоко, рыба и прочее. И во-вторых, естественно, с нарушением температурного режима. Неоднократно наши специалисты выявляют картину, когда в места несанкционированной торговли подвозится продукция в совершенно неприспособленных для этого транспортных средствах. И вот таких нарушений, повторюсь, мы выявляем 3-4 сотни по году. Те, кому привезти свою продукцию удается, не спешат на крытые рынки. Ведь так проще. Никаких разрешительных документов получать заранее не нужно. Платить за аренду места тоже. Кстати, цена небольшая. Всего 20 рублей в день. Да и занять прилавок несложно. По словам директора департамента городской экономической политики Омска Михаила Щелконогова, сегодня почти половина мест на муниципальных рынках свободно. Покупая эту продукцию на рынке или в месте, где есть лаборатория, мы, скажем так, на 90% можем сказать, что эта продукция безопасна. Покупая же ее во дворе, никто никаких гарантий о том, что это за продукция, где она взялась, какая там печать стоит. Правильная эта печать, потому что ты чудосом у нас иногда предприниматели или эти люди, которые там стоят, вот у меня есть печать. А что это за печать? Никто же не знает, он ее поставил. Тем более жители города, они вообще не понимают, какая должна быть там печать эта стоять. Ликвидировать стихийную торговлю с колес сегодня главная задача, разобраться с которой из года в год не получается, говорит чиновник. Причин две. Первое – это сами покупатели. До тех пор, пока будет спрос, предложение никуда не исчезнет. Второе – низкие штрафы. За факт несанкционированной торговли предпринимателю нужно будет заплатить всего одну тысячу рублей. Да и то, если нарушение он совершил повторно. В первый раз отделается лишь предупреждением. Так рейды, по сути, оказываются бесполезными. После проверки люди вновь возвращаются и продолжают торговать, осознанно нарушая закон.